Чем отличается социальная реабилитация и инклюзивность? Социальная реабилитация это совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, частными и общественными организациями на тему взаимодействия человека или социальной группы и общества. А инклюзивность это включение в общественный процесс. То есть инклюзивность это одно из многих мероприятий внутри комплекса действий по социальной реабилитации. И эта инклюзивность может быть полезной или вредной в зависимости от ситуации. Например, если спортсмен сломал ногу, то задача медицинской реабилитации это восстановление функции ноги. Но за время болезни человек уже привык к малоподвижному образу жизни и такая жизнь его устраивает. Инклюзивность нужна, чтобы помочь человеку поднять жопу от пуфика и начать разрабатывать ногу. Простейшая инклюзивность это групповые занятия лечебной физкультурой. А когда медицинская реабилитация сделала все, что могла, но вернуть человека в спорт она уже бессильна, тогда начинает действовать социальная реабилитация. Например, для бывшего спортсмена. Паралимпийский спорт или работа тренером. Существует ошибочное мнение, что если отдать человека с социальными проблемами в хорошую инклюзивную организацию, то он там сразу так раз и социально реабилитируется и станет таким приспособленным для жизни в обществе, как все окружающие люди. Но максимум, что может сделать инклюзивная организация, это создать комфортную среду пребывания для реабилитируемого и чему-то научить, применяя специальную методику, более подходящую для реабилитируемого, чем другие методики. В том числе и хорошие методики, но не подходящие. И все. Не надо предъявлять к инклюзивной организации завышенные требования. То есть, возможно, ситуация, когда мамочка приводит своего ребенка с аутизмом, ДЦП, олигофренией или еще чем-то в инклюзивную организацию. Там комфортная среда, с ним занимаются всякими интересностями. И через несколько лет эта организация закрыта или изменилась. И тут выяснится, что приобретенные навыки работают только в одном месте и с конкретными людьми. Что делать? А навыки взаимодействия с обычными людьми в обычных бытовых ситуациях как-то не появились. Интересно, почему не появились? А потому что кто их развивал в обычных бытовых ситуациях? Их в инклюзивной среде развивали. А другой ребенок с такими же проблемами, у которого не было никакой инклюзии, показывает лучшую социальную адаптированность. Лично в нашей ситуации мы поставили цель в социальной реабилитации. Это счастливая семейная жизнь и творческая самореализация. И все это мы осуществляем через блогерство. А перед блогерством мы два года позанимались в разных инклюзивных театральных студиях. И когда поняли, что получили от них для себя максимум, что только можно получить, стали действовать уже в реальной, а не в инклюзивной среде. И эту нашу социальную реабилитацию можно считать успешной по объективным показателям. То есть Лена вначале просто инвалид второй группы по психике из российской глубинки. С моим заболеванием очень мало куда берут. А сейчас Лена известная блогерша. На момент закрытия тиктока в России было более 400 тысяч подписчиков. У некоторых видосов десятки миллионов просмотров. А фраза Стало международным мемом. Нас на улице люди узнают, просят сфотографироваться и сказать эту фразу. Кстати, фраза «А мне пофиг» это наш жизненный девиз. Помогает против буллинга, против психологических манипуляций и против прочего всякого разного хейта. Кто-то что-то сказал, а мне пофиг. Пишите в комментариях, что вам еще рассказать про социальную реабилитацию и инклюзивность. Это у нас такой своеобразный научпоп, который работает и как социальная реабилитация. Потому что некоторым людям реально непонятно, чем отличается социальная реабилитация и инклюзивность. И много очень бывает проблем и конфликтов. Из-за этого непонимания.